кто знает какой ближайший праздник который предстоит нам праздновать очень скоро да но там еще один праздник ханука это праздник новый такой вот уже был на самом деле мы приближаемся с вами к очень интересному и я тут слово божье отсюда сходить будет не от соседа на самом деле мы приближаемся с вами к такому интересному празднику я не очень буду говорить неоднократно ближайшие очень несколько недель будем говорить приближаемся к празднику который называется рождество мы знаем что мы празднуем с вами день рождения иисуса христа на факт рождения иисуса христа на самом деле никто не знает точно до сих пор теологи спорят и очень жестко спорят друг с другом когда же наконец определиться когда родился иисус некоторые говорят на пасху некоторые говорят на суккот некоторые говорят на рождество больше склоняются к тому что он родился все-таки ближе к зиме потому что если он родился в яслях ясли были в пещере то соответственно тогда было принято в холод загонять все стадо в пещеру для того чтобы заграждать им выход на улицу и пастух там у выхода из пещеры значит спал и для того чтобы овцы не разбились но вполне возможно что это была зима но сейчас мы не об этом хотелось бы поговорить с вами вот о чем некоторые моменты которые касаются праздника рождества знаете католики празднуют такое холодно зима лютая израильская зима израильтяне достали зимние шорты зимние тапки зимние купальники так вот католики они празднуют интересное такое событие как празднуют не в него процесс называется он адвент может быть слышали и это четыре недели до рождества празднуется адвент зажигаются свечи это не званных атрибутов этого праздника там же есть венок рождественский такой каждая свечка зажигается в память о чем-то или не в память от вознаменование чего-то первая звезда зажигается первая свеча зажигается на пророческая свеча и она как раз вот 30 30 на 1 ноября зажигается не знаю может быть мы так сказать традиции ради и зажжем свечу не знаю пока не до того всегда было но многие присутки за пристать и празднуют адвент и зажигают свечи и черном плохого нет хорошая традиция на самом деле очень объединяющие но сегодня хотел начать разговаривать с вами на пророчество потому что мы говорили что в нашей церкви мы будем посвящать время учению учению в частности в ветхом завете учению в частности о том как верхний завет отражается в новом завете и почему собственно говоря когда пётр и андрей пришли к своему другу на тоннелю или на фанаилу и сказали мы нашли того о ком говорили моисей пророки которые есть господь христос он сказал откуда он напомните из галилеи может что хорошей быть из галилеи вот оказалось что может и мы будем об этом говорить и сегодня хотел с вами поговорить по некоторым местам писания пройтись их немного всего 22 начнем с вами с пророка малахи пророка малахи он был последним пророком который которого господь послал для израиля для того чтобы израиль обличить я напомню что в этот момент это было 400 лет до рождения иисуса христа в этот момент израиль очень сильно разгневал бога очень-очень сильно разгневал бог и в израиле все было очень плохо как бы ни старался даже царь не из колена давидова а из колен из космонеев звали в александр одинной как он не старался очистить весь храм от физического наследия вавилона как ни старались пророки как ни старались многие цари и священники ничего не получалось израиль все равно блудил ходил вслед других богов перестал поклоняться начал нарушать все заветы моисея начало заботиться больше о себе чем боги и так бог тоже говорит там что нужно скорее бы лучше бы закрыли бы дверь вообще в храм заперли и туда не входили что только не раздражать меня и ну страшное короче было время и это было последнее слово бога перед 400 лет не молчание найти иногда отец прибегает такой тактики он закрывает уши свои от вопля детей для того чтобы не слышать что они будут говорить и такой тактики пришел бог и в конце концов он закрыл свои уши давайте с вами откроем послание письмо пророческая малахий 1 4 главу давайте первую главу сначала первой главе написано сын чтит отца 6 стих и раб господина своего если я отец то где почтение ко мне если я господь то где благоварение передо мною говорит господь силов вам священники бесславящее имя мое вы говорите чем мы обесславили имя твое дальше бог перечисляет все проблемы которые были включая неправильные жертвы жертвы из оскверненного и так далее короче говоря страшное послание но смотрите чем начинается первая глава то есть чем начинается послание я возлюбил вас говорит господь от два стих я вас любил вас говорит господь а вы говорите в чем я любил любил вам любовь свою не брат ли иса Johan jakov как ему говорит господь но однако я вас любил я живо дальше мы знаем историю которая начинается у нас в евангелиях nossa смотрите что произо происходит в конце этого послания. Четвертая глава. Четвертого стиха. Помните законную Иссея, раба моего, который я заповедовал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Вот я пошлю к вам Илью пророка перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы я, придя, не поразил землю проклятием. Представьте себе, Ветхий Завет заканчивается словом проклятие. И 400 лет Бог молчал. 400 лет Бог молчал, и люди не понимали, для чего они приносят в храм жертвы. Потому что здесь же, в этом послании, и, скорее всего, очень хорошо его помнили, написано, что лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике мою. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение рук ваших неблагоугодно мне. Люди прекрасно помнили этот момент, когда они ждали, может быть, еще придет пророк, ну, может быть, хоть кто-то придет, может быть, хоть кто-то проговорит слово от Бога, ну, нет, ничего не было. И вроде бы дым от жертвенника восходил вертикально, то есть, Бог как бы принимал жертвы, и вроде бы зоорит становилось белой, да, это нить красная, которая, например, у Кипра становилась белой. Но было молчание. Бог молчал. Бог молчал и смотрел на злодеяния народа своего. И вы помните, что в этот момент у Израиля было вообще все очень непонятно. Если до того момента, как Бог замолчал, по крайней мере, было все ясно, приходили цари, например, вавилонские, забирали в плен израильтян, вводили их в свою землю, а потом здесь, на этой земле, селились язычники, потом приходили обратные израильтяне, восстанавливали храм, то теперь все поменялось. Теперь захватчики приходят на землю Израиля. Это первые были греки, помните, да? Были греки, которые пришли сюда. Они никого никуда не прогоняли, они здесь оскверняли храм, они поставили статуи Зевса в храме Господа. Они оскверняли гробы, то есть могилы тех, кто здесь был похоронен, потому что для них это все было неважно, все, что здесь было. Оскверняли могилы, оскверняли гробы. Они заставляли евреев есть свинину, они запретили обрезание, они запретили соблюдение субботы. Я с вами говорю не про времена катастрофы, я говорю с вами про времена 2400 лет назад. И для евреев это было все непонятно. Непонятно, что происходило. Они ждали, когда наконец Бог заговорит. Они обратились наконец к Писанию и начали искать, кто же Мессия, кто же тот самый помазанник, который придет и спасет этот мир. Эту землю от врагов. Кто искупит грехи Израиля? И они понимали, что такое мессианство, они понимали, что такое на наш новый язык христианство, они понимали, что такое идти за Мессией, искать Его, искать Света Божьего. Но Бог молчал. Бог молчал, когда греки сменились римлянами, и когда римский прокуратор поставил здесь своим священником, первосвященником в храме человека из Эдумеев, первосвященника Каяфу, вы его все помните. Они возмущались. Они не могли понять, что происходит. Они не могли понять, почему 400 лет Бог молчит. Но Бог сказал, «Я пошлю вам Илью пророка, который придет в силе перед днем моим великим и страшным». И Он посылает человека, которого зовут Иоанн, сын Захарий. Иоанн, сын Захарий. Мы читаем о нем в Луке, 14 стих 1 главы. Давайте откроем Евангелие от Луки. В Евангелии от Луки есть продолжение. Давайте просто, чтобы было понятно. Мне на самом деле было сначала непонятно, почему такая последовательность Евангелия. Но я потом не стал спорить с праотцами церкви. Смотрите. Я просто хочу прочитать некоторые моменты. Я специально так отгибаю страницы. Смотрите, что пишет. «И Он обратит сердца отцов к детям». Это Малахи. «Он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы я, придя, не поразил землю проклятием. И будет тебе радость, веселье и многое рождение его возрадуется». Это говорит Бог с первосвященника Захарии. Я сейчас читаю Луки 14 стих 1 глава. «Ибо Он будет велик перед Господом, не будет пить вина Исекера, и Духа Святого исполнится и еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их». И предвидит перед Ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов к детям и непокоримым образом мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. То есть, как бы это продолжение Ветхого Завета. Иоанн пришел для того, чтобы осуществить ту самую миссию, о которой говорил Бог в конце Ветхого Завета. Тогда еще не было книг Нового Завета, конечно, но люди знали, что тут должен прийти, кто должен возвестить. И вы знаете, мы уже в этом не раз говорили, что когда по земле Израиля шел пророк, все почему-то понимали, что идет пророк. Все почему-то видели, что это пророк, человек Божий, который пришел возвестить слово от Господа. Но почему-то не все его принимали, почему-то не все его понимали. Но даже в этот раз, когда пришел пророк после 400-летнего молчания, обратите внимание, что происходило. Даже римские солдаты приходили к нему на берег реки Иордан, чтобы получить от него ответ. А нам что делать? То есть, представляете, насколько народ уже тогда был обращен к земле Израиля, к тому, что творит Бог здесь, что они приходили к еврейскому пророку, пророку народа, который они пришли завоевать и угнетать. Землю, которую они завоевали, они пришли сюда, чтобы спросить у него, нам что делать, как нам спастись. И как раз в этот момент Бог приходит на землю. Бог приходит на землю очень непонятным для многих способом. До этого мы знаем, что Бог являлся в виде огненного пуста, горящего и несгорающего, в виде ангелов Господних, которые приходили, в виде каких-то голосов, которые слышали лидеры поколений, например, Иисус Навин или Судьи. Но ни разу Бог не приходил так, как Он пришел в этот раз. Давайте с вами откроем Евангелие от Иоанна и прочитаем, как же приходит Бог на землю. Потому что, обратите внимание, что сначала пришел в силе Ильи, пришел Иоанн Креститель, только потом сам Бог. Первая глава Евангелия от Иоанна, седьмого по четырнадцатой стихи. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Комрич идет об Иоанне. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть. И мир его не познал. Пришел к своим, и свои не приняли его. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не откроют, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Смотрите, что говорит Бог в этот момент людям через вот это свидетельство о свете. Он говорит, вы будете иметь власть быть детьми Божьими. Мы с вами уже говорили об этом. Кто есть сын царя? Сын царя есть царь. То есть у него то же самое, у него то же самое власть, какая есть у самого царя. У него та же самая власть, которая есть у всей царской семьи. И у его потомков будет та же власть. Потому что он облечен этой властью по роду своему. И никто не мог называться царем тогда, если кто-то не помажет его, пророк или сам Бог. И вот Бог говорит, уверовавшим в меня, я дам власть быть моими детьми. Моими детьми. И в этот момент очень многие усомнились, а может ли человек быть сыном Божьим. До сих пор очень многие сомневаются. Вы знаете, я разговаривал с мусульманами недавно, и они говорят, и они меня спрашивают вопрос, когда, говорит, придет Иисус? Они его Джизос называют. Когда, говорит, Джизос придет? Я говорю, ну вот-вот должен прийти. Вот со дня на день. Они говорят, а почему ты так считаешь? Я говорю, потому что есть признаки прихода Мессии. И они говорят, а какие признаки прихода Мессии-то есть? Я говорю, ну там написано один из признаков, что это будет как во дни Лота, когда и развратилась земля, гуляли, ели, пили, женились. Но в тот момент, когда Лот покинул город Садок, пролился дождь огненный и спалил весь город. Как во времена Ноя было, когда извратилась вся земля, но в тот момент, когда Бог закрыл дверь ковчега за Ноем, всех погубил по Топу. Вот так же будет написано во дни, когда сын придет со своим страшным судом. Я говорю, вот-вот должно все произойти. Он говорит, а что? А они говорят, а что было во дни Ноя? Я говорю, во дни Ноя было то, что каждый считал, что он мог делать все, что хочет. Женились, знакомые хотели, выходили замуж за кого хотели, никакой воли Божьей не спрашивали. А во дни Лота что было? Я говорю, во дни Лота у нас был Садом и Гамора. У нас сегодня в Тель-Авиве каждый год Садом и Гамора. И Гришиня уже теперь. И они говорят, да, ну что же нам делать, так говорят, мусульманам. Я говорю, а вам говорю, уверовать в Иисуса Христа, как Сына Божьего. Он говорит, нет, 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 нет. У Бога не может быть детей. Бог один, имя Его едино. Я говорю, правильно, едино, но не единственно. Мы тоже будем много говорить в преддверии Рождества. Итак, Бог приходит на эту землю как свет. Но обратите внимание, что это сегодня мы с вами смотрим на всю Библию и видим, что да, как в Исайи написано, и Галилея языческая увидит свет. О каком свете шла речь? О свете солнечном? Да нет, они ее и до этого видели. О свете Божьем. И Галилея языческая увидела свет. Пришел Иисус, пришел спаситель на эту землю. Ну, написано, пришел к своим, а свои не приняли Его. Потому что же мир принял Его, и мир не принял Его. Написано, что мир не познал Его. То есть, получается, что пришел Бог для того, чтобы что сделать? Доказать, что Он Бог? Получается так. Если мы с вами смотрим на эту картину, получается, что Иисусу нужно было что-то доказывать. Ему постоянно нужно было что-то объяснять. Но для этого и есть Слово Божие. Некоторые говорят, что Бог выше Своего Слова. Бог не может быть выше Своего Слова. Бог ограничил себя рамками Своего Слова. Для нас. Конечно, для себя Он безграничен, Он всемогущ, Он суверен. Но для нас Он ограничил себя рамками Своего Слова. И только через Слово мы можем Его понять. Мы можем Его постичь, мы можем вникнуть в Его мысли. Хотя Он говорит, что мои мысли не ваши мысли, и пути мои не ваши пути. Но тем не менее, мы можем предсказать, что Богу нравится, мы можем предсказать, что Богу не нравится, мы можем понять, что ему угодно, что ему не угодно, как поступать и как не поступать, все это благодаря тому, что у нас есть Слово Божие. И вот в этом Слове Божие написано, что ему доказывать ничего не надо было. Когда его спросили, где живешь, он сказал, пойдите и посмотрите. Когда к нему пришли ученики Иоанна и спросили, ты тот? Он сказал, пойдите и посмотрите. Мертвые воскресают, хромые ходят, слепые прозревают, глухие слышат, а дальше делайте выводы сами. Ему не надо было ничего доказывать, он просто любил и исцелил. В Писании написано, что вот после тех событий, когда он рассказывал о том, да ладно, третья глава, по-моему, сейчас. Нет, третья глава. Там написано, что ходили за немножко, народ, и он всех истерил. Написано, всех истерил. Не было того, кто шел бы за Богом и не истерился бы. А сегодня очень многие люди ищут исцеление, знаете, ходят к колдунам, шептуниям, там, колдуньям и всяким другим униям. И ищут спасение и исцеление. Но Писание четко говорит, что исцелиться можно только, ходя за Богом. Так вот, Иисус показал нам истину. Пришел, короче, ближе к делу. Иисус пришел к один из троицы, помните? Ну, где я рисовал эту картинку вам, что есть Бог? Это тринедельный Бог. Он написал, три, единый. Он не может быть разделен. Просто Он присутствует в нашей жизни всякий раз с разной стороны. Это как, знаете, посмотреть на одну и ту же вещь с разной стороны. Но это та же самая вещь. Просто мы один раз видим Иисуса, один раз мы видим Духа Святого, один раз мы видим Бога Отца. Но они не разделимы, их нельзя разделить. И Бог просто, чтобы нам было понятнее людям, нам людям понятнее, как жить в Божьем Царстве, Он приоткрыл чуть-чуть завесу. И сказал, вот посмотрите, как вы живете при Боге здесь на земле, вас сто раз, в тысячу раз, в миллион раз лучше будет в Царстве Небесном. Поэтому Иисус говорил, приблизилось к вам Царство Небесное. Он сказал, вы живете в Царстве Небесном. Он говорит, приблизилось к вам. Ему говорили, ты богохульник? Ты говоришь неправду? Некоторые пытались свергнуть его со скалы. Вот сейчас с нашими друзьями, с Алексеем и Анной, которые служили у нас на Новошней Группе, мы были на севере, в Галилеи. И были на горе Свержения. Я очень люблю это место. Потому что две горы. Мы стоим на горе, с которой пытались люди свергнуть Сына Божьего со скалы и убить его. Потому что по их замыслу он нес ересь и говорил, что я тот самый помазанник. Причем не своими словами говорил, а цитировал Библию. И знаю, но ныне Бог помазал меня благовествовать нищим и правоспросить лето Господне благоприятное. А буквально через там, я не знаю, 5 километров, 10 километров по воздуху, есть другая гора. Гора Фавор, или Тавор, или гора Преображения, на которой Бог проговорил людям, которые сидели там, Петр, Иоанн, Яков. Он сказал, сей Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте. И написано, что Илья Пророк и Моисей были рядом с Ним. И одежда Его преобразилась. В одном месте люди не признали в Нем Бога, а в другом месте Бог сказал, это Сын Мой Возлюбленный. Только Его слушайте. Ну и понятно, что всем захотелось резко жить в Божьем Царстве. И Петр вообще сказал, давайте тут три шалжа поставим и будем тут жить. А про остальных он уже забыл давно. Там 20 тысяч человек внизу еще ждали. Он про них уже забыл. И про учеников своих, ну и его вот этих вот соратников, соработников, апостолов он забыл. Главное, чтобы ему было хорошо. В этом суть человеческая. Бог говорит, нет. Мы нигде не будем строить себе жилища. Мы пойдем дальше в Царство Небесное. И он спустился с ними с горы. И с тех пор уже по-другому все видели его, чувствовали его, воспринимали его. И чудес стало больше. Но это было на горе, где Бог помазал, а не на горе, где люди судили. И вот так всегда бывает, что мы начинаем судить. Но, знаете, слава Богу, что Бог сильнее. Он сильнее. Он пришел к нам и принес нам просто вот такую вот безграничную любовь. Он показал нам четыре вещи приходом Иисуса Христа. Он показал нам любовь. Он показал нам истину. Он показал нам правду. И венесут. И показал нам грех. Давайте об этом поговорим. По поводу любви. Первое место о любви к людям. Мы его все знаем. Иоанна 3,16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Тут написано в третьей главе. Что ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится. Это о суде. Верующий в Него не судится. А неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Это грех. Обратите внимание, что судится не тот, кто прелюбодействовал, не тот, кто убивал, не тот, кто воровал. А написано тот, кто не верует. Вот такого человека Бог уже осудил. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо всякий, делающий зло, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. То есть, что Бог говорит таким образом? Он говорит, что для того, чтобы познать мою любовь, нужно просто поверить Богу. Что значит поверить? Вы знаете, у слова иммуна есть много значений. Одно из них слово амен, что означает верность. Корень слова амен, это верность. И он говорит, будьте верными мне, и тогда вам все простится. А что значит быть верным мне? Мы знаем это из Писания, что верный и добрый раб, это человек, который все делает ради своего Господина. И такого человека хозяин называет верный и добрый раб. Что такое верный? Верный значит, на который можно положиться. А что такое добрый? Ну, это значит, как минимум, не злой. Это значит хороший. А хороший, это только в глазах Бога может быть хороший или плохой. Мы знаем, что первый грех был от того, что Ева взяла на себя полномочия Бога определить, что хорошо и что плохо. До этого только Бог мог это делать. И сегодня мы знаем, что мы расплачиваемся за этот грех. Так вот, Писание говорит, что мы должны уверовать, то есть стать верными Богу. И тогда мы не будем осуждены. Но те, кто не стали верными Богу, те, о ком писал Малахия через свое пророчество, они стали в проблеме. И это то, что он говорит о любви к людям. А теперь он говорит по поводу любви к самому Богу. Это 14 глава, 15 стих. Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои. То есть, Он свою любовь проявил тем, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, поверующий в Него, не погиб, но имел жизнь лично. А от нас Он требует соблюдения заповедей Его. Помните, чем заканчивается Ветхий Завет? Написано, помните заповеди Моисея, раба моего, включая уставы и правила. То есть, если мы соблюдаем заповеди Божьи, а они же простые. Писание же говорит, возьмите иго моё, и любите, оно легко. Они простые. Нужно просто ограничить у себя в голове, в сердце, какие-то вещи, которые переступать нельзя. Понятно, что будут соблазны. Иисус говорит, суждено прийти в мир соблазном. И даже некоторые соблазнятся. Но судится не тот, кто соблазняется, а судится тот, кто соблазняет. Написано, такому человеку лучше мельничный жернов к шее привязать и утопиться. Потому что ему спасения не будет. Ну, мы можем соблазняться, мы можем грешить, мы имеем это право. Потому что мы не Бог. Мы связаны вот этим плотским, которое в Эдемском саду ещё сказала, это не я, это жена, которую, кстати, ты мне дал. Вот такую. Это она меня заставила. А жена говорит, нет, это не я, это змей, которого ты, кстати, создал. То есть мы пытаемся обвинить Бога в каких-то вещах, которые происходят у нас в жизни. Но это ложь. Это ложь. Так вот, первое, Бог уже проявил свою любовь. В Писании написано, что Иисус умер за нас, когда мы ещё были грешниками. Он проявил нам свою любовь. Ему не надо больше ничего доказывать. Это нам нужно доказать свою любовь к Нему, своей верностью и своей любовью, то есть соблюдением заповедей. Второе, Он говорит нам об истине, о правде. 17 глава Евангелия от Луки. 17 глава Евангелия от Луки, с 30 стиха. Мы уже об этом говорили. Так будет в день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи в доме, тот не сходи взять их. Кто будет на поле, так же не обращайся назад. Вспомните Жулу Лотову. Это, кстати, единственное из мест в Писании, где Бог говорит нам думать о чужой жене. Во всех остальных нельзя думать о чужой жене. Только о своей. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое в одной гостеле, один возьмется, другой останется. Двое будут молоть вместе, одна возьмется, а другая останется. Двое будут на поле, один возьмется, другой останется. На то сказали ему, где Господь уже сказал, где труп, там соберутся ярлы. Интересное сравнение, во-первых, почему вот это вот, я слышал, такая теория, что земля плоская. Слышали? Верующие, да, спереди, автан, оказывают, что земля плоская. Вы видите, что написано здесь? Доказательство того, что она круга. В тот день будет один на кровле, а другой вдоль. То есть, один будет работать, другой спать. Кто-то ночью работает? Нет. Правильно? Дальше написано. Один будет в постели, а другой на поле. То есть, в одном месте будет сжато, в другом, то есть, день, в другом, ночь. У нас как бывает день и ночь? Только если здесь одно полушарие, а там другое. Доказательство того, что земля круглая. Достаточно, я думаю, да? Бог знал. Даже тогда Бог уже знал, что земля круглая. Не то, что люди. Он рассказывает, что земля круглая. Один будет в поле, другой дома. Ну, спать можно и днем. Можно, конечно, спать и днем, да. Но Писание говорит про тех, кто спит днем. Еще немного полежишь, немного поспишь, и придет бедность твоя. Как прохожие. Так вот, это правда. Правда будет заключаться в том, что не все возьмутся. Не все. Не всех Бог возьмет. Не всех Он заберет. И о том, кого Он заберет, Он четко пишет в Писании. Тех, кто не делает беззаконие. Потому что придут и скажут праведники. Мы же твоим именем. Бесов изгоняли. Больных исцеляли. Мертвых воскрешали. Он говорит, отойдите от Меня, проклятые, делающие беззаконие. Я никогда не знал вас. Помните историю, когда шли какие-то пророки, фарисеистующие. И говорили, встретили и бесноватого. И сказали Ему, именем Иисуса Христа, которого Павел исповедует. Выйди вон. Бес вышел. Посмотрел на них. И сказал, Христа знай. И Павел нам известен. А вы кто такие? И так им вдарил там, по первое число. Что те бежали долго. И голые вообще там. Мы не можем, не имея Бога в сердце, угодить Богу. Мы, не имея Бога в сердце, делаем беззаконие. И таких людей Бог не заберет к себе. Это правда. Это правда. И он об этом рассказал. Рассказал он об этом в Нагорной проповеди, в частности. С 5 по 7 главу Евангелия от Матфея. Там написано, кто войдет в Царствие Небесное, а кто нет. В частности, миротворцы. Они будут названы детьми Божьими. Ну и так далее. Есть те, кто Бога узрит. Есть те, кто утешится. Мы миротворцы, названные детьми Божьими. Что такое миротворцы? Это люди, которые не берут на себя функции Бога. Это люди, которые не судят. Так вот, он говорил нам и о суде. Давайте откроем Матфея, 25 главу. Матфея, 25 главу. С 31 стиха. Длинное местописание, оно очень важно. Его часто цитируют, сообразно разным всяким случаям. Ну, давайте поговорим о нем вот как раз именно в рамках суда. Когда же придет Сын Человеческий во славе своей и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы своей. И соберутся перед ним все народы. И отделит он одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И поставит овец по правую сторону своего, козлов по леву. Тогда скажет царь тем, которые по правую руку его. Придите, благословенные отца моего. Наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим, накормили, или жаждущим, и напоили, когда мы видели тебя странником, и приняли, и когда наги мы надели, когда мы видели тебя больным, или в темнице, и пришли к тебе. Царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали это и мне. Дальше то же самое он рассказывает о том, кто этого не сделал. И написано, тогда скажет им в ответ, истинно говорю вам, как вы не сделали это одному из меньших всех, то и сделали и мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Многие говорят, это речь идет о соблюдающих заповедей, или не соблюдающих заповедей. Возможно. Но написано, что здесь соберутся все народы перед Иисусом. Все народы. То есть, это говорит нам, что суд будет произведен не только над Израилем, но и над всем народом. Над всем народом, вернее. Это земли, которые населяют каждый уголок земли, до края земли. И вот интересно, кто же такие казны, а кто такие овцы? И вот есть такое предположение, что овцы это те, кто внутри боялись Бога. Вот вы знаете, когда в Израиле проходил суд над одним из нацистских преступников, номер 4 в нацистской рейх-иерархии, в обилие его было Эйхман. Известный эпизод. Его выкрали, по-моему, из Аргентины, если я не ошибаюсь, привезли сюда, судили и повесили. Это был первый и последний смертный приговор, приведенный в исполнение в Израиле. Знаете, какой был его главный аргумент в свое оправдание? Вы слышали очень много тяжелых историй. За что он отвечал Эйхман? Знаете? За что? За уничтожение евреев. Совершенно верно. Он был ответственным за окончательное решение еврейского вопроса. Номер 4 в рейх-иерархии. И вот он, главный аргумент, который приводил в свое оправдание, был, а что вы от меня хотите? Я выполнял приказ. С одной стороны, можно было его понять. Вы знаете, когда читаешь воспоминания нацистских преступников, там многие говорят, что очень тяжело было жить в то время, потому что не было никаких законов. Фактически, Гитлер отменил все законы. И когда человек жил, он должен был жить, угождая фюреру. А как ты знаешь, угождаешь ты фюреру или нет? Очень просто. Если наутро ты находил себя в своей постели, живым и здоровым, значит, угождаешь. Если нет, то находил себя в концлагере. Все было очень просто. А вот в этой иерархии СССД, НСДАП, вот этой вот, из нацистатистической, нацистской партии, там было все очень просто. Если фюрер сказал, Зиг Хайм, и пошел исполнять. И люди, очень многие, совершали преступления по одной простой причине. Они абсолютно доверяли фюреру. И когда он сказал, послушайте, я выполнял приказ, что вы от меня хотите. но суд совершился, его повесили, прах его развеяли над морем. И один из людей, который говорил, отзывался в этом суде, он сказал, вы знаете, когда Бог давал свои заповеди и говорил свое благословение и проклятие израильскому народу, как священникам для других народов, он сказал, вот даю тебе благословение и проклятие, жизнь и смерть даю тебе, и ты выбрал жизнь. То есть, мы всегда должны отвечать за тот выбор, который мы делаем. И вы знаете, если бы этого самого Айхмана, который бы выбрал не заниматься уничтожением евреев, повесили бы в нацистской Германии, я думаю, мы встретились бы с ним в раю. На основании этого местописания. Он не дал Божьему народу бы пострадать, но он дал Божьему народу пострадать. Более того, он приложил к этому руку, более того, он потом пытался оправдаться перед людьми. Это не я. Это они. А мы знаем, чем такие истории заканчиваются. И это суд, который будет произведен над многими народами. То же самое будет над теми, кто причинял зло верующим христианам. То же самое будет. Бог здесь не разделяет между евреями и христианами. Он говорит, те, кто верит в Меня под Моей защитой, и тот, кто пойдет против них, пойдет в тему вечную. Это очень важно. И третье, верить четвертое, это то, что Бог говорит, что Он обличает и сообщит нам о грехе. Я напоминаю, что наш Бог триедин. Он Бог-Отец, Бог-Дух Святой и Бог-Сын почти стихами сказал. И когда Иисус говорит со своими учениками уже практически в преддверии последней своей трапезы с ними, Он говорит им, истину говорю вам для вас, чтобы я, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, и если пойду, то пришлю его к вам. И Он, придя, обречит мир о грехе, о правде и о суде. О грехе, что не веруют в Меня, о правде, что я иду к Отцу Моему и уже не увидите Меня, и о суде, что князь мира уже осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Если мы говорим о Боге как о триединой личности, то и Дух Святой, который с нами до скончания века, и Иисус, который служил здесь в свое земное служение, говорили об одном и том же, о правде, о грехе и о суде. И суд заключается в том, что веруем мы или не веруем, потому что грех единственный, который вменяется людям с момента распятия и воскресения Иисуса Христа, это не верие в Богу. Потому что мы оправданы, описано, поверим Моисееву, поверим Абрамову, где он поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. То есть он был оправдан всех своих грехов, несмотря на то, что продолжал грешить. Не зная Туры, не зная Моисея. И вот, когда мы говорим о том, что мы не понимаем, в чем наш грех. Мы вроде все делаем. Мы все делаем, то, что только можно делать. Мы соблюдаем заповеди, мы молимся, мы прославляем, мы знаем миллион песен прославления на Иисусе, мы дома поем песни прославления, мы читаем Библию, мы подаем нищим. Но почему-то у нас в жизни все равно не хватает чего-то. Есть какая-то дыра, которую мы не можем заполнить, какая-то ложь, которая пришла к нам, и мы не можем с ней ничего сделать. Мы забыли, что мы принадлежим Богу. Мы Его творение. А может ли творение предъявлять претензию творит Творцом? Может ли изделие предъявить претензию горшечнику? Не может. Я всегда вспоминаю это место из пророка Иеремии, когда горшечник создает вазу, к примеру. И вот он ее лепит, 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 и вдруг раз и смял все обратно. Не понравилось ему. Ну, не понравилось. Он сделал опять комок глины, опять смочил водой, опять лепит, на гончарном круге, лепит, лепит, лепит. Не понравилось. Сминает и опять лепит. Знаете, что обнадеживает? Что он никогда не разочаруется лепить вазу. Он всегда слепит вазу, на неначной горшок. Израильский народ знал Бога. Израильский народ знал Бога настолько хорошо, что Бог мог позволить себе сказать, я уйду, отвернусь от вас. Но когда я приду, я обращу в сердце отцов, детям, сыновьям, в сердце сыновей, к отцам. Я хочу увидеть веру, чтобы не поразить землю проклятием. И он говорит, что я прокляну все, что вы делаете. Все ваши благословения и уже проклинаю, потому что вы делаете нечестивые поступки. Так он говорит израильским смещенникам. Сегодня, когда мы встречаем в нашей жизни проблемы, мы почему-то ищем послание Иоанна, мы ищем Евангелие от Иоанна, как апостола любви. Где же Бог? Давайте поищем любовь к Богу. Но любовь к Богу начинается не с исполнения заповедей, а с ожидания, с жажды по Богу. Люди истосковались по Богу. Они настолько истосковались по Нему, что когда пришел какой-то бесноватый, по их мнению, человек, одетый в верблюжную шерсть, который кушал неизвестно шоу в пустыне, кричал, вопию, глаз вопиющего в пустыне, кричал приготовьте пути Господу, всякий дол да повысится, всякий холм да понизится, за мной идет тот, кто шел впереди. Он говорил такие вещи, которые тяжело понять людям. Лопата в руках его и очистит, губно свою. Но почему-то они, будучи богобоязненным народом, потянулись туда, к Иордану, где он стоял и кричал, я крещу вас сейчас водой, крещением покаяния, тот, кто придет за мной, будет мстить вас огнем. Они не понимали, что он говорит, но они понимали, что это человек от Бога. Они настолько хотели видеть и слышать Бога, что любое слово, принесенное им, из древних, виделось им как Божье провидение. И они пришли, а Писание говорит, что в тот день возьмутся десять за полу одного иудея и скажут, мы будем с тобой, потому что с тобой Бог. И потянулись язычники к Иордану, солдаты, сотники и спрашивают его, а нам что делать? И вот те, которые жили в Доме Божьем, фалисеи, священники, они пришли и смеялись над ним, задавая ему вопросы, а он говорил, все, всякое дерево, все выкосит и вагон бросит, и вас тоже. Он был такой радикальный пророк, похлеще, чем мы, этот, Ириния. такой, резал, так резал, ну, он так дорезал, потом ему голову отрезали, ну, так все заканчивали все пророки, к сожалению. И вот, когда мы приходим к состоянию, что мы все делаем, мы все соблюдаем, мы должны вспомнить, а не только через пророков, не только читаем, мы хотим слышать и видеть Бога вживую, ну, каждый знает Бог, все здесь сидящие знают Бог, лично, иначе вы здесь не сидели. Я не верю, что здесь нет хотя бы один нерожденный свыше человека. Не верю. Потому что нерожденные свыше люди сейчас дома сидят. Им не нужно приходить сюда. Они считают, что их пастыр Иисус Христос далекий где-то там, Бог, который когда-нибудь придет забрать их на небо, и они не понимают, что такое слышать голос Божий. А вы сидите здесь, потому что вы хотите слышать голос Божий. Не мой голос, а Божий. Вам просто нужно сесть самим собой и подумать, не стасковался ли я по Богу? А если да, то насколько? Насколько я хочу Его слышать? И тогда Бог придет. Вот народ израильский был настолько изнеможден, и это не первый раз уже случилось. Первый раз это было в изгнании в в Египте. Не в изгнании, а в рабстве. Бог говорит, уже настолько возобили ко мне, что до невест дошел их голос. И я пришел. Они больше не могли. Но они выходили из рабства и говорили, что ж ты нас привел-то, Моисей, герой? Мы там на кастрюле с мясом сидели, а тут кушать нечего. Бог раз свирепел. Говорит, да я вам сейчас покажу мясо. Пока из ноздрей не болезнь пусть его есть. И повезло. А потом сорок лет манной. Без всякого мяса. Чтобы не выпендриваться. То же самое было в Вавилоне. То же самое было и после того, после четырехсотлетнего и умолчания. Пришел пророк, объявил о пришествии Мессии. Не принято. Не принято. Бог сказал, окей, свершилось. Теперь я не буду с вами больше судиться. Судиться буду с вами в последний день. У вас есть время, чтобы покаяться. Бог на нас излил потрясающую благодать на самом деле. Почему я об этом говорю в преддверии Рождества? Вот мы можем встречать ведь Бога каждый год, каждый день, каждую секунду. Истасковавшись по Нему. Мы хотим видеть Бога в своей жизни. Я не знаю, кто из вас сколько лет верующий. Я верующий шесть лет. До этого я знал просто, что Бог есть, но жил так, как будто его нет. И я помню эти первые дни, часы и месяцы с Богом, когда я был в Нем, Он во мне 24 на 7. Я вижу сейчас, что я уже по большей части живу по инерции, что называется, под благодатью. И я не так уже чувствую Бога в своей жизни, потому что я привык к тому, что все идет как, знаете, как все содействует ко благу. А, все содействует ко благу. Да ничего ко благу не содействует. Если мы не ждем Бога, если мы не ждем Его в своем сердце, не будет ничего. Он пройдет мимо и опять не заметим Его. Мы все будем думать, о, Бог это такой, о, а Он вот рядом ходит, а мы Его не замечаем. Мне написано, не было в Нем ни вида, ни величия, и ничего, чтобы привлекало нас в Нем. Так написано за 700 лет до Его рождения. А не так ли мы поступаем сегодня? И ободрение в том, что когда приходит Рождество, вот эти торжественные минуты, когда зажигают свечи, ну, я не знаю, я с тех пор, как покаялся, ни в одной церкви, в которой я был свечен на Адвент, не зажигали. Но, вы знаете, говорили всегда, я проповедую очень много о Рождестве. Я вот сегодня утром понял, что о Рождестве нужно проповедовать не о том, что вау, 2000 лет назад в Вифлееме родился нам младенец, сын нам, да, младенчество на Роминахе. Это все да и аминь. Но он должен родиться у меня вот здесь. Родиться здесь, служить здесь. Распять меня вместе с собой должен. Вернее, так я должен распяться вместе с ним. Жить для него, когда он здесь, царь. И Рождество это тот самый момент, когда об этом можно вспомнить. Можно ли праздновать каждый день Рождество? Да, конечно. Если Песох, то есть день смерти Иисуса Христа и Его воскресенье мы знаем точно, нам Бог указал это в Писании, то Рождество Он скрыл намеренно, чтобы мы каждый день ожидали этого праздника, чтобы Он возродился в нашем сердце заново, чтобы Он занял свое достойное место, несмотря на то, что мы считаем, что нет в Нем ни вида, ни величия. Кто этот Бог? Кто этот Христос? Когда-то мы Его знали каждый. Лично. Могли Его описать, нарисовать, представить. Вопросы сегодня. Я задумался на эту тему. Могу ли я сегодня так же представить Иисуса, как я представлял Его, когда только покаялся? И пришел к выводу, что нет, не могу. Он есть, я Его слышу, я Его чувствую, когда Он приходит, ни с чем не спутаешь. лица хочу. Лица хочу. И я принял сегодня утром решение, я молился утром, я встал раньше всех сегодня, я лег раньше всех. Я просто принял решение. Я хочу молиться о вещах, которые... Вы знаете, в Писании написано, что ни один человек не может искупить нижнего своему. Ничего не хватит, чтобы искупить. Но я знаю, что меня, как священника в этом доме, Бог заодно испытывает тем, сколько я себя могу искупить. Когда я себя могу искупить, вы знаете, Писание говорит, что если я буду вникать в себя и в учение, заниматься этим постоянно, то спасу себя и слышащих меня. То есть, знаете, каждый проходит какие-то этапы в жизни, когда в его доме Слово Божие не слышат. По разным причинам. Это могут быть дети, которые еще не доросли до этого. Они не понимают. Это могут быть подростки, которые бунтуют. Это нормально. Это переходный возраст. Среди верующих тоже есть дети, подростки, отцы, старцы. Помните, Павел писал? Это не возраст, там не возраст имеется в виду, а уровень возрастания во Христе. Но я точно знаю, что если я буду говорить Слово Божие, даже если человек не хочет его слышать, помните, я как я об этом говорил, плохие новости состоят в том, что не все приходящие в церковь, я не имею в виду вас, не в какой-то случае, вообще, в принципе, в церковь, вселенскую, не все приходящие в церковь приходят туда слушать Слово Божие. Большинство приходит потому, что так надо. Но хорошие новости заключаются в том, что все услышат Слово Божие, кто пришел в церковь. Все услышат, хотят они этого, или они его услышат. А Слово Божие написано живо и действенно по сей день проникает до разделения духа, души и тела, до суставов и мозгов. А это хорошая новость. И поэтому, как раз, Рождество есть в то самое время, когда мы можем вспомнить о Слове Божьем и пойти послушать его, пойти поговорить о нем. И вот этот вот пикник, который у нас на 30 число намечен, это будет хорошее время, когда мы можем просто пообщаться с людьми, параллельно посеять Слово Божие. 23 числа в инвестиционной экскурсии поговорить с людьми, параллельно посеять Слово Божие. Оно прорастет. Но когда мы будем это делать, мы вдруг почувствуем, что это не мы уже говорим. Иисус сказал, не вы будете говорить, но Дух. А когда Дух через нас говорит, то это значит, Он в нас и Он действует. Мы воспряним душой. Мы наконец увидим, что тот, кто в нас, сильнее того, кто вне. Но для этого нужно просто помолиться и сказать себе, «Я хочу тебя, ищу тебя, Господь. Я ищу тебя в своем сердце. Я хочу, чтобы ты там сел, там занял свое место». Не на картинках, не в Библии. В Библии я знаю, есть люди, которые цитируют Библию наизусть, но Бога не знают. Некоторые боятся Его узнать, потому что знают, что если Он придет, Он обличит. О смерти, о грехе, о правде. Не хотят. А ехать, хотят, но не знают как. Очень просто. Написано же, что Он близок к нам. Больше, чем мы думаем, Он близок к нам. Бог, Господь близок написан. Мы можем Его увидеть, мы можем Его услышать, мы можем с Ним общаться. Иногда это бывает в тайной комнате, иногда это бывает во сне, иногда это бывает в молитве. Но молитва, понимаете, мы извратили это слово молитва до уровня Господь. Будь прославленный при вознесении, там список, у нас что нужно произнести, потом попросить, поблагодарить за слышание молитвы и пойти заниматься своими делами. Но молитва не в этом заключается. Молитва это перманентный диалог с Богом. Перманентный диалог с Богом. Мы можем с Ним разговаривать всегда. Сегодня, завтра, через час. Когда лукаемся, можем с Ним разговаривать. Когда веселимся, можем с Ним разговаривать. Когда грустим, можем с Ним разговаривать. Вы знаете, Он хочет, чтобы мы приходили к Нему по любому поводу. Он хочет, чтобы мы Его в это посвящали. Мы думаем, да, Он так все знает, что я Вам сейчас рассказываю. А ты озвучь. Писание же не просто так говорит, Иисус говорит, придите ко Мне, все труждающиеся, обремененный, и Я успокою вас. Мы должны прийти к Нему. Рождество – это потрясающее время, когда мы должны прийти к Нему. Вы знаете, Он нас ждет. Он ждет. Он смотрит туда, куда мы удалились, и когда Он увидит нас, идущего к нам, Он бросится к нам на шею, будет целовать, даст нам перстни власть, халат на плечи, обувь на ноги, и устроить грандиозный пир. Потому что это такова Его природа. Он ничего не делает, не видя Отца творящего. И Он не зря эту притчу рассказал. Он рассказал, и потому что Он знал, что на каком-то этапе каждый из апостолов отойдет. Но когда Он пришел к Нему, Он не стал им говорить, но он у нас, он продолжил с того места, когда продолжил Бог, чтобы Я не поразил землю проклятием. Тык, пауза. Четыреста лет паузы потом. Я пошлю, и Он пришел в духе Ильи, чтобы облечить. Четыреста лет. Но для Бога нет времени. Если мы отошли, думаем, ой, я уже так долго не с Богом, я долго Его не знаю. Ты приди, все начнется заново, как будто ничего и не было. В этом есть сердце Отца. Я хочу призвать сейчас звониться с вами вместе о том, чтобы мы действительно задумывались о том, где место Иисуса Христа в нашей жизни. Где, куда, где мы свернулись с пути, как мы должны вернуться туда, чтобы увидеть Его заново и жить с Ним. Потому что Он же ушел, чтобы приготовить нам место в доме Отца. Он из-за того, что в доме Отца обители много. Почему мы должны терять то, что нам обещано? Мы же сонаследники. Давайте будем молиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому,